Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день с вами встречает передача Утренний фреш. Сегодня день города и я, Александр Лупиненко, расскажу о мероприятиях, которые запланированы в разных районах Гомеля. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадка вне прогнозируется. Температура воздуха составит всего 19 градусов. Ветер юго-западного направления скоростью до 4 метров в секунду. Итак, в рамках празднования дня города в 11.00 на площади Ленина начинает работу выставка-ярмарка «Молодежь в профессии». Она посвящена 80-летию системы профессионально-технического образования. В сквере Громыка с 11 до 17 часов будет организована работа праздничной площадки городского центра культуры. На площади восстания праздничная программа будет проходить с 11 до 14 часов. Ее частью станет концерт, турнир по стритболу, дрифт-трайкинг, а также конкурс «Самый сильный». Гомельчанин об этом далее. Сегодня с полудня до 14.00 в рамках праздника будут определять самого сильного гомельчанина. Организаторы отмечают, что силовое состязание обещает стать самым жарким соревнованием сентября. Отчаянным смельчакам предстоит поднять 90-килограммовые бревна, заняться кантованием шин, перенести колодец и тяжелый пень, а также перебросить мешок через планку в 4 метра. Самые сильные гомельчане получат абонементы в фитнес-центры и другие ценные подарки. В полдень на набережной реки Сож стартует концертная программа под названием «С днем рождения, любимый Гомель». После нее свои выступления в рамках концерта «Мой самый лучший город на земле» представят детские школы искусств. А в 18.30 состоится премьера проект концертного духового оркестра города Гомеля «Музыка советского кино». В 20.15 и 21.00 эту программу сменят две другие. Музыкальная открытка «Тебе с любовью, Гомель мой» и торжественный концерт «Частичка малой родины бесценна». Продолжаем разговор о программе «Дня города». С 11.30 до 16.00 от площадки возле ресторана «Неймоклаб» до Лебяжьего пруда развернутся выставочные и интерактивные экспозиции. В эти же часы от Лебяжьего пруда до скульптурной композиции «Лодочник» будет организована работа интерактивной зоны учреждения культуры, спорта и образования города Гомеля. Фестиваль уличной еды и концертная программа «Гомель. Родник вдохновения» пройдут с 10.00 в парке на площадке возле лодочника. На территории Дворцово-паркового ансамбля тоже пройдет концертное мероприятие. Тебя мы с днем рождения поздравляем. Начало в 2 часа дня. Для гомельчан подготовлена большая праздничная программа на площадке возле Ледового дворца. В 10 часов там стартует фестиваль «Мя Смол Фест» и районный праздник. С 17 до 22.00 там организуют работу спортивно-развлекательных и детских игровых площадок, фотозон, аниматоров. А также горожане смогут познакомиться с работами городских умельцев на выставке декоративно-прикладного творчества. Программа, которую предложит советский район города, начинается в 17.00. В микрорайоне Любинский гомельчан ждет концерт, квест-игра, которая придется по душе и детям, и взрослым, арт-проект, выставки, фотозоны. Также в программе парад детских игрушек, аукцион молодежных инициатив и не только. В 18.00 на этой площадке впервые пройдет чемпионат советского района по бомбическому фитболу и семейная суперигра. Что же ждет жителей Новобелецкого района? В зоне отдыха пруды можно будет покататься на лошадях и пони, провести время на самых разных площадках, познакомиться с различными выставками, сделать памятные снимки в фотозоне. Также здесь состоится песенный хит-парад и выступят молодежные кавер-бэнды Гомеля и сольные исполнители района. Начало программы в Новобелецком районе запланировано на 5 часов вечера. Железнодорожный район и микрорайон Костюковка тоже не останутся в стороне от празднования Дня города. В 17.00 на проспекте Космонавтов в 70 в Гомеле пройдет районный праздник. Будет организована работа детских аттракционов, интерактивных зон. Пройдет акция под названием «Человек славен трудом», фестиваль красок и, конечно же, концерт. А на площади микрорайона Костюковка с 11.00 можно будет провести время на аттракционах. С 17.00 принять участие в работе выставки и интерактивных зон. В 18.00 здесь сначала проведут программу для детей, которая сменится концертом. Ну а в 22 часа ровно в небе над Гомелем взлетят яркие и красочные фейерверки. Не пропустите. Пять туров, пятерка игроков каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества. Умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает развеять интригу в воскресенье в 11.45. «Классный час» – детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Эта передача создана профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.10. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья, тела, человека. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи только по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно подсчитать. Все это влияет не только на продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал во вторник в 19.30. В этом выпуске в рубрике «Есть вопрос» нотариус Лариса Мещенко поможет определиться с тем, что же лучше – завещание или дарение. Действительно, в нотариальной практике это, наверное, самый популярный вопрос. Что же лучше – дарить или завещать? Завещание – это свободное волеизъявление гражданина, которым он распоряжается своим имуществом на период смерти. Прежде всего, следует отметить, что завещание – это односторонняя сделка. Гражданин сам собственноручно составляет завещание, либо может его записывать с его слов «нотариус». Завещание также можно в любой момент отменить, изменить, новое составить. Для этого нужно прийти к нотариусу, либо составить новое завещание, либо отменить можно иными способами. Путем выдачи экземпляров завещания для уничтожения завещателю на руки, либо может это выполнить нотариус. Объектом завещания практически в большинстве случаев становится недвижимое имущество. Иногда бывает движимое, например, автомобили, денежные вклады. Дарение – здесь уже совершенно иные правовые последствия. Это двухсторонняя сделка, на которой присутствует даритель, который распоряжается своим имуществом, и одаряемый, который принимает это имущество. Затем договор дарения нужно зарегистрировать в агентстве по государственной регистрации земельному кадастру, и только тогда право собственности переходит к одаряемому. В связи с этим получается, что завещание можно отменять, то есть гражданин остается собственником своего имущества до наступления смерти. А в результате дарения переход права собственности регистрирует агентство по государственной регистрации земельному кадастру, и гражданин, одаряемый, становится уже собственником. Естественно, что за дарителем можно в договоре сохранить право проживания в этом недвижимом имуществе, которым он распоряжается, но собственности он уже иметь не будет. В подведении итога можно сказать, что если вы желаете являться собственником своего имущества до своей смерти, то вам необходимо составить завещание. Если же вы желаете, чтобы собственником вашего имущества был одаряемый, то есть тот человек, кому вы желаете передать в дар безвозмездно свое имущество, то вам нужно задуматься об удостоверении договора дарения. Это был Утренний Фрэш. Я желаю вам только хорошего настроения в этот праздничный день. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...